абсолютно пустынные улицы и тишина вот такая вот алания сегодня а сегодня воскресенье а это я подъезжаю к в салару абсолютно пустые дороги там слева вдали виднеется пятизвездочные отели и они тоже все закрыты но эта стройка которая ведется здесь в саларе очень хорошая компания мне нравится то что они делают и вот здесь уже буквально за считанные месяцы воздвигли уже 5 блоков молодцы и будут то же самое что и здесь вот у меня поломалась машина но меня остановили вот на таком тракторе буду ехать и вот приключением я начинаю вот я приехал на такую заправку видео окей вот и мне сказали да сейчас почти не смотря то что сейчас карантин вот мне сказали что сейчас подвезут на этой машине и мы поедем делать мне вулканизировать шины так что можно смело сказать что здесь действительно очень душевно относится прям вот вообще душа радуется и мехмед только что был очень приятный молодой человек сейчас несмотря на что он там находит специальные запчасти для моего автомобиля чтобы заделать и ехать мне дальше он всяко бывает дороге а у меня запаски с собой нету но ничего в очередной раз убеждать что все очень хорошо сейчас поедем тысячи коридоре и на трассе вот такие злот смотрите у меня проблема нарисоваться из-за того что здесь пропускает воздух и вот сейчас мне будет помогать мне предупредили что-то опасно если мне нет разрешения и вот мой новый друг аркадаш сенан будет не помогать сейчас мы несмотря на то что выходной день все равно попытаемся что-то сделать все молодцы турки очень душевно подошли к вопросу не стали заморачиваться тем что они не работают все но взяли подвезли меня так там было еще где-то там три километра меня 3 км это привезли сюда и вот сейчас я вот здесь буду исправлять получившиеся неурядицы люблю турции когда сказал что нужно не сделать специально взяли такую приспособу профессионально вот привезли вот на той машине мне тоже помогают вот всему виной вот этот самый простонародье называемый сосочек сейчас его поменяет и все заработает вот некий тоже сделали специальная не установка все поставили накачали установили закончили машина у меня уже готова я буду ехать будет ехать дальше в анталию говоря он таким приятным парням как сенан за своему большое спасибо такая вот она выдалась поездочка из анталии в аланию пока ехал стрел такую историю на одном из поворотов поползни шипованная железная штуковина которая повредила мой диск и колесо и никакая запаска меня в этом не спасла и пришлось мне выходить сложившейся ситуации очень даже не просто вы представляете выходной день да еще изоляция карантин и комендантский час никого на улице нету я один но слава богу что я вспомнил кого же можно найти в это время на улице но помимо пресса еще можно на улице найти тех людей которые занимаются уборкой всевозможных зерновых культур и других падала улочных фруктов овощей короче говоря сельхозников и тех кто помогает им сборе урожая я нашел трактор и поехали нашли специальные машины которые могут ремонтировать другие специальные машины и слава богу добрые люди есть и получилось отремонтировать мой автомобиль прямо фактически на трассе посреди пустынные дороги ни одной машина ни в одну не в другую сторону уж тем более никто не останавливается так что еще раз огромное спасибо тем кто помог мне отремонтировать колесо я честно говоря очень хотел снять их но к тому моменту у меня телефон сел имеем то что имеем так что на надеюсь на то что они смогут увидеть записи синан огромный привет большующее спасибо все-таки турки молодцы ну а вам скажу что думаю подобные вещи будут достаточно еще часто происходить в моей жизни когда буду встречать очень интересных разносторонних и добрых турков поэтому большой всем привет ну и естественно подписывайтесь на мой канал я сейчас проезжаю рапорт самолеты стоят на своих местах взлетным посадочным пробегом и скорее всего здесь здесь везде такая тишина вот типа полностью закрыта очень пустынно в анталии я так предполагаю что будет очень мало машин и людей на улице посмотрим друзья нахожусь в анталии возле мечети но самое главное хотел показать вот как проходит дезинфекция улиц ходят специальном омбудирование вот такие вот охотники за привидениями третий 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 видите машут не рукой она у меня здесь рояль в кустах я встречался только что и встречаюсь своим другом зовут его сергей он приехал на мотоцикле вот привет серега вот его мотоцикл и я сейчас у серега и сергей спрошу как проходит самоизоляция привет добрый день как проходит самоизоляция хорошо как видите изолируемся на улице солнышко светит но выходные сидели дома все сидели дома выходные прошли и многие люди вышли на улицу кто за продуктами кто в аптеку то просто погулять порадоваться солнышку а какая температура можешь показать термометр у тебя вот там да у меня вот градусник двадцать пять и девять двадцать шесть округляем что вы понимали какая у нас от замечательная да ну что будем кататься тогда на мотоцикле и радоваться жизни пока не ушли опять в глубокую самоизоляцию на самом деле можно на автомобиле на машине вдали от людей кататься по красивым местам в турции ничего опасного да но пасаран но пасаран вирус не прорвется вы из какого города как вас зовут давать еще раз меня зовут олег и мы с города тула живем здесь семьей я жена трое детей чем собирать заниматься вы собираетесь здесь оставаться жить или приехали отдохнуть почти год здесь живем год на почти год пока как будто так вот пробно живем снимаем здесь квартиру живем пока все нравится дети ходят в школу ну как ходили до карантина вот сейчас пока все сидим дома на самоизоляции называемый квартиру снимать или приобрели или собирать снимаем но планируем будущем пока как бы были снимать годик там или полтора год ну как получится потом планируем приобретать ну пока присматриваемся вот до этого жили в районе лиман сейчас живем районе хурма поближе к школе в принципе переехали где старшие дети учатся пока все нравится чем вы занимаетесь во время самоизоляции скучаем скучаем на море ходить нельзя сидим дома смотрим телевизор готовим вкусности всякие удаленно работаем потихоньку как бы вот сидим дома дети сходят с ума немножко потому что просите на улицу на улицу нельзя пытаемся объяснить что сейчас до двадцати лет нельзя вообще на улицу выходить поэтому ну все сидим дома этим дома играем в игры настольные вечерами то есть ну так как все я думаю то есть ничего нового и интересного как зарабатываете я так понимаю что через интернет какой-то у вас бизнес удаленно доработаем мы в россии как бы сдается кое-что из недвижимости там сдаем здесь снимаем немножко получается еще побольше там сдаваться чем немножко денежки на этой же турция для вас это это море солнце горы отличная природа хорошие люди вот так где-то дешевые фрукты овощи какой самый основной секрет вы для себя открыли в турции и могли бы поделиться своим другом который сюда собирается приезжать к примеру секретов тут в принципе не знаю никаких не открывали если ну то есть нравится сама атмосфера природы и все здесь жить как бы получается и все секретов нет у меня все все что есть все рассказал привет и муж кому-то передадите привет россию всем да вот шли по дороге встретили назар а такой коротенький идем за водой за продукты окей спасибо друзья удачи побольше вам чистой вкусной воды и хорошего настроения спасибо большое спасибо вот друзья нахожусь в маске вот если не видно мое отражение вот видите алмазки прям перед дверью и здесь написано вход без маски запрещен детям до 12 лет тоже вход запрещен и никаких вариантов борьба с коронавирусом вот магазине находимся людей много все в масках покупают все первым нечередные вещи закончился карантин и разрешили всем выйти на улицу многие думали будет ли разрешено выходить на улицу в понедельник с 0 часов или нет и вот в ноль часов все пошли проверять можно ли выходить и нет и вы закупать те продукты которые им нужны и тут произошло у чудо турецкий новый год или назвать как угодно такое праздничное настроение очень многие выходили на улицу просто пообщаться прогуляться размять косточки купить те продукты питания которые нужны и было такое приятно очень единение я потом обратил внимание что только продукты питания продавались маркеты были закрыты на следующий день утром я пришел в магазин и заметил то что есть ограничение детям до 12 лет вообще нельзя заходить в магазин в целом до 20 лет людям нельзя выходить на улицу равно как и пожилым старше 65 лет тоже нельзя выходить на улицу посмотрим как будет дальше повторится ли это изоляция через неделю разрешат ли на выходных всем выходить на улицу или нет интрига посмотрим благодарю что досмотрели прислать и свои видео ставьте лайки делитесь этим видео и оставляйте свои комментарии дин-дин-дэма саляма и долги легле и остановим корона вирус вместе дин-дин-дин-дин-део Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!